Приветствую вас. Давайте мы с вами разберём ваши вопросы. Уже год как познакомилась с молодым человеком. Мы мало общались, но когда случайно виделись, очень приятно проводили время. Он был максимально дружелюбным. Я влюблена в него, но никаких намёков на больше, чем дружбы ни с моей стороны ни с чего не было. Однако после того, как я лицом в лице увидел его с другой девушкой, он стал меня избегать. Мы не ссорились, я пытался с ним поговорить, но он делает вид, что вообще меня не знал. Я не понимаю его поведение, и мне от этого неприятно и больно. Просто забыть не могу уже месяц как страдал. У меня много дел, но они не помогают мне отвлечься. Я всё равно всё время думаю о нём. Скажите пожалуйста, что делать в этой ситуации, в чём может быть причина такого отношения ко мне. Ну во-первых, если мы говорим о том, что вам делать, то я бы наверное сказал, что самое лучшее, самое лучшее, самое лучшее, что вы можете сделать, это пойти на психотерапию. Это самое лучшее, что вы можете сделать в данный момент. Разобраться в себе и разобраться в том, почему и как. Общаясь с человеком случайно и в общем-то не проводя с ним время целенаправленно, вы в него влюбили. То есть кроме как идеализации, я это назвать не могу. Вот. То есть, что такое идеализация, пожалуйста, изучите самостоятельно, в интернете эта информация есть. Соответственно, если мы говорим про идеализацию, то здесь имеет место и ожидания. То есть, что произошло, ваше ожидание разрушено. Плюс, хочу обратить внимание на следующее, что идеализация возможна не у всех людей. И чем сильнее идеализация, чем больше игнорирование и невнимательность у человека к самому себе. Я думаю, что речь идет именно о том, что вы оказались задеты этой ситуацией по причине того же, что вы и раньше обладали неустойчивым восприятием себя. Вам действительно сделали больно. Вопрос только в том, за счет чего. Ведь молодой человек вам ничего не обещал. Вот. Понимаете? Вполне возможно, что он так же, как вы, видя несерьезность некоторую с вашей стороны, понимая, что ваши встречи случайны, он вполне возможно мог просто встречаться с другой девочкой параллельно. А может быть, это и была его изначальная девочка, а с вами он общался так вот, ну, чисто, приятно проводить время, он же никаких, как бы, ну, намеков на большее не делал. Правильно. То есть пока похоже на то, что вы оказались заложницей собственных ожиданий и надежд. При этом не желая, как бы, ничего делать для того, чтобы прояснить, а насколько мои надежды и ожидания вообще адекватны. Вот. А по-моему, ваши иллюзии разрушились, но вы отказываетесь это принимать и пытаетесь вернуться в эти иллюзии. По моим предположениям и судя по вашим подтверждениям, которые заключаются в том, что у вас много дел, но он не помогал. Я думаю, что вам не очень интересна ваша собственная жизнь, несмотря на большое количество дел. Вот. Поэтому психотерапия на нем, индивидуальная работа – это то, что я могу вам порекомендовать. Нужно разбираться себе. Вот. Отдельно тревожит то, что вы пытаетесь понять его, а не себя. То есть, он вам интереснее, чем вы. То есть, это уже говорит о склонности к любовной зависимости. Ну, вполне возможно, что вы… что вы ее описываете как раз любовную зависимость, хотя это нужно еще подтвердить и подтвердить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.